Они нам, собственно, рассказывали, это и были молитвы, только запечатлённые на доске. Ну, я понял вопрос, я сейчас пытаюсь ответить. Да, конечно, многое сказано. Действительно, это богословие в красках. Но вот я хочу рассказать, что сейчас происходит. Потому что мы все знаем из истории, вот взгляд художника о том, что сейчас происходит у нас в этом, в иконописи. Я говорю иконопись, потому что я ориентируюсь на словарь ударения русского языка. В советское время, вот я начну издалека, мы все из советского времени, мы все советские люди. Даймси это... У нас предполагается небольшая пауза, поэтому сформулирую как бы заявку на рассказ. Хорошо. А потом мы продолжим после паузы. Ну, вот. Русская служба новостей. Русская служба новостей. Он прошёл горячие точки бывшего СССР. Работал в... Добрый вечер, это студия Лобного места. Да, Кирилл, пожалуйста, что вы хотели рассказать? Продолжаю. Значит, да. Вот что, на мой взгляд, иконопись вот часто действительно называют богословием в красках. Потому что вот люди начинают знакомиться с православием прежде всего с иконописью. Маленькие дети ещё не умеют говорить, а уже смотрят на иконы. Человек, который никогда даже Евангелию как не держал, постоянно случайно встречается взглядом с иконой. Вот на улице, в машинах, в храмах, в гостях у друзей. Поэтому задача иконы, прежде всего, вдохновить пришедшего, можно даже случайно в храм человека, или уже глубоко верующего, или опытного искусствоведа, или уже искушённого какому-то верующего, на обращение к первообразу, к иконы. Люди не должны быть соблазнены на рассуждение о стиле, манере живописи. Если ик на иконе вызывает неприязнь или страх, это не профессионализм, прежде всего, иконописца. Профессионал должен учитывать всё, включая и национальные особенности народа, который будет молиться на эту икону. Вот вспоминал я уже до рекламы, ещё в советское время государство требовало от художника отображать действительность. Хотя это и выливалось в соцреализм, цель которого, как говорил мой учитель Лилия Сергеевич Глазунов, похвалить начальство в доступной для него форме. Но современное искусство уже не требует от художника даже этого. Теперь и государством, и каждым человеком в отдельности управляет рынок. А рынок провоцирует стремление скандально выделиться, чтобы лучше продать свой продукт. А иконопись, напротив, она вот умоляет иконописца. Вот сейчас церковь – это постоянный заказчик. Поэтому туда ринулись все, включая абстракционистов, которые настолько презирают образ Божий в человеке и гармонию в природе, что стараются намеренно их исказить. Если ты рисуешь ухо, извиняюсь, на заднице, то этим ты оскорбляешь Бога и замысел о человеке. И эти люди, поручившись пару месяцев, будучи даже атеистами, идут в иконопись. В итоге могут получаться даже красивые иконы, но которые вызывают бессознательное отторжение у верующих. И человек всегда непроизвольно оставляет отпечаток своей личности на всем, что он делает, и особенно в живописи. Поэтому еще в древности были созданы каноны, чтобы уменьшить человеческий фактор и не дать ему исказить святые образы. Поэтому в иконописце должно сочетаться изысканный вкус, умение рисовать, профессионализм и твердая православная вера, на мой взгляд. И главное, он должен быть благословлен церковью, но это тяжелейший подвиг. Только в этом случае, на мой взгляд, у него есть шанс создавать настоящие иконы, быть сотворцом икон. Потому что творец, источник творчества один, Господь Бог. Я не оспариваю этого, я с этим согласен. Просто мне кажется, что это сегодня, мне просто интересно, на самом деле, вот в связи с восстановлением большого количества храмов, очень много разрушенных храмов, вновь построенных и так далее. На самом деле, это есть, этот заказчик, он есть или нет? Мне очень сложно судить сейчас о том, что происходит, потому что это как бы такая закрытая какая-то совсем среда. Есть этот заказчик? Вот как тебе удалось свои иконы разместить в храме? Как они там оказались? Вот я имею в виду икону Серафима Саровского и семьи убиенного императора. Хочу сказать, что никаких специальных действий я к этому не... То есть ты просто принёс? Нет, я не специально, я просто хочу узнать, как это было. Ты пришёл и принёс. Конечно. Принёс храм. Принёс, но это только внешний такой вид. Пришёл человек, принёс. Да. Вот, действительно, так и оказывается. Ну да, так и оказывается. Вот это вот самую, я имею в виду, самую простую сторону. Конечно, конечно, да. Ну, что за этим стоит, я могу, в принципе, описать. Это, конечно же, это желание, прежде всего, желание помочь внести какую-то лепту в возрождение не только храма из кирпича, золота, дерева, прекрасных, всех видов искусств, но и храма своей души прежде всего. Ведь очень важно, чтобы правильно относиться к этому подвигу, ведь это же подвиг, это благословлённый церкви подвиг. Я очень долго думал, стоит ли это заниматься этим, может быть, не надо, может быть, это не послужит к моему спасению. Потому что я живописец, у меня много заказов, я художник, я пишу пейзажи, портреты, у меня разносторонняя живопись, мне всё нравится, но почему иконопись? Почему? Почему? Вот меня это очень волновало, и я обратился к своему духовнику, архимандриту Кириллу Павлову, у многих людей, достойных церкви, я это спрашивал. У нас сейчас будет перерыв, новости, и потом я хочу обязательно тебя расспросить о архимандрите Кирилле. Это потрясающая личность, я очень хочу, чтобы ты немножко о нём рассказал. Пожалуйста. Русская служба новостей. Мы делаем новости. Половина десятого в Москве, в студии Ника Медведева. Здравствуйте. Завтра днём ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди, воздух прогреется до плюс 22. Ника Медведева, Русская служба новостей. Русская служба новостей. Русновости.ру Лобное место. Лоб в лоб. Не отвернёшься. Дева Богородица, где душа находится. Там душа находится, где любовь живёт. Дева Богородица, где любовь находится. Там любовь находится, где печаль поёт. Ника Медведева. Ника Медведева. Ника Медведева. Ника Медведева. Ника Медведева. Ника Медведева. Ника Медведев. Ника Медведева. Ника Медведева. душа которой тоже вот непрерывно, постоянно движется к Богу и очень много